Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы, если они есть, конечно же, в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы постим большое количество аналитического контента. Тоже обязательно подпишитесь, если кто-то этого еще не сделал. Ну что ж, последняя торговая сессия этой недели, если не считать, конечно же, активность на криптовалютном рынке, но мы сейчас сделаем больше упор на традиционные финансовые активы. Расслабляться еще рано, друзья, потому что сегодня очень важный релиз для доллара, для американского фондового рынка и, пожалуй, для всех прочих финансовых активов. Потому что если есть триггер, который способен раскачать поведение доллара, конечно же, мы можем предположить, что также будут волатильные и прочие финансовые активы. В 15.30 по московскому времени выйдут данные по индексу потребительских цен по инфляции в США. Соответственно, по прогнозам, два месяца назад показатель был 8,3%, прогноз 8,3%, то есть фактически он не предполагает изменения. Но я считаю, что изменения будут, и я практически в этом уверен, друзья, потому что каждый отчет по инфляции это, по сути, кульминация и общий такой тотальный эффект воздействия и влияние роста компонентов, которые разгоняют индекс потребительских цен, таких как продовольственные товары, цены на поддержанные автомобили, цены на нефть, стоимости топлива. И мы прекрасно помним, что в прошлом месяце все эти категории активно росли. Продовольственные товары выросли на 7%, нефть достигла 120 долларов за баррель, топливо, бензин подорожал на 10%, дизельное топливо еще сильнее, поддержанные автомобили плюс 5% в стоимости. И, конечно же, если подключить к этому логику, то, наверное, должно произойти какое-то чудо, если сегодня мы увидим показатель 8,3%, будут даже вопросы к статистикам, какая-то ошибка могла бы закраться в общий релиз, если цифры будут 8,3 неизменными. Я думаю, что все-таки до этого дела не дойдет, и мы увидим показатель выше, чем месяц назад. Чем выше инфляция, тем больше у нас оснований с вами будет говорить о том, что с инфляцией нужно бороться не нам, конечно же, а Федрезерву. Каким образом мы это знаем, ужесточая монетарную политику. Поэтому мы ждем, друзья, с нетерпением заседание Федрезерву, которое состоится уже на следующей неделе в среду. Двухдневное заседание, во вторник оно стартует, в среду будут подведены итоги. И на нем как раз американский регулятор с вероятностью 100% повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Мы в последние две недели дали шанс рисковым активам проявить себя перед тем, как снова навалимся на агрессивные активные покупки доллара. Все меньше времени остается для этого, и все меньше времени, друзья, для тех, из вас, кто ранее не инвестировал в американскую валюту, не покупал индекс доллара, сейчас уже решится, что вы делаете с долларом. Считаете ли вы этих оснований достаточно, чтобы он рос? Я считаю, что более чем достаточно. Либо, если вы полагаете, что все-таки есть шанс на коррекцию, обязательно тогда делитесь вашим мнением в комментариях. Также сегодня в 15.30 по московскому времени выдали данные по рынку труда Канады. Пара доллар-канадец сейчас котируется на отметке 1.27. И я, честно говоря, даже немного возмущен, что канадский доллар позволил вчера оказать такое сопротивление, давление на себя со стороны американской валюты, учитывая высокие цены на нефть. Ну ладно, сильно судить канадский доллар пока что не буду. Есть шанс реабилитироваться. Сегодня, если данные не разочаруют, а по прогнозам цифры будут неплохими, канадский доллар снова может отыграться против американца. Соответственно, на это я делаю большую ставку. Рынок нефти 122 доллара 20 центов без откатов. Нефть сохраняет бычий тренд, и я думаю, что он будет продолжен. Ранее мы с вами говорили о факторах поддержки для котировок нефти в виде высокого спроса в США, который остается ключевым потребителям углеводородов в мире. Этот спрос сейчас подстегивается сезонным отпусков и активных автомобильных поездок. Мы ждем, как и все, экономическое восстановление в Китае, даже несмотря на тревожные новости о том, что снова в Шанхае фиксируются новые случаи заболевания, снова начинаются массовые тестирования и даже какие-то очаговые локдауны. Но я очень надеюсь, что дело не дойдет до повторения ситуации двухмесячной давности. Но, конечно же, опасения есть, учитывая то, что буквально две недели назад Шанхай впервые за эти два месяца освободился от полноценного локдауна. И, конечно же, эмбарго – это вопрос долгосрочного воздействия на котировки нефти. С каждым месяцем объемы добычи нефти в России будут убывать. Соответственно, предложения на рынок будут поступать в меньшем количестве. Мы будем с вами снова взвешивать спрос и предложения и находить больше, опять же, аргументов, фиксировать более значительные цифры по этому дефициту, нехватке сырья. Две еще новости. Не могу не обратить ваше внимание на них. Это о том, что в США введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита источников генерации электроэнергии. Это значит то, что кризис предложения, он уже в каких-то неведанных масштабах. Я даже не припомню, был ли когда-нибудь вообще в США прецедент ввода чрезвычайного положения вот под таким новостным фактором и обстоятельством. Отменяются все пошлины на ВОЗ всего, что только горит в прямом смысле. Друзья, в США также беспошлиных ВОЗ компонентов для производства солнечных батарей, ветряных мельниц, которые генерируют электроэнергию. И еще одна новость. Это громкая статья Wall Street Journal. Даже не знаю, как они вообще смогли ее опубликовать. Ну, может быть, это еще один такой лестный отзыв о демократическом американском обществе. Так вот, эксперты этого издательства нашли доказательства того, что даже несмотря на действующие эмбарго, ограничения, запреты, несмотря на активную позицию США, которые первыми отказались от закупок российской нефти, они продолжают это делать в обход санкций. И практически все топливо, которое сейчас поступает в Нью-Йорк и Нью-Джерси, ну, учитывая их географическую близость. Это нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые куплены в Индии. И многие страны Европейского Союза поступают так же. Я думаю, что если дальше начать раскручивать вот этот вот клубок, то может оказаться и Великобритания тоже где-то там, закупающая нефть в обход введенных санкций. Это так же. Ну, для США это еще раз доказывает то, что Соединенные Штаты Америки готовы нарушать любые договоренности, обязательства, если возникает проблема такого масштаба, как сейчас. Это проблема с острой нехваткой предложения. И любой ценой эту проблему хочется решить. Я, друзья, подсвечиваю для вас очевидный кризис, который сейчас есть в США с этим предложением. И поверьте, на этом можно будет еще долгое время лететь вместе с котировками вверх. Соответственно, что мы и будем делать. Доллар-иена, которую я обозначил как очень хороший и интересный тандем для роста, продолжает расти. 134 иены за один американский доллар в моменте. Вчера остановились на контрасте монетарных политик, на дифференциале доходности японских и американских. Последний комментарий, опять же, вчерашний от руководства Банка Японии, что ослабление иены дальнейшее даже выгодно для японской экономики, поскольку, конечно же, повышает конкурентоспособность национальных товаров на зарубежных рынках, позволяет экспортерам зарабатывать больше, но негативный фактор, он, безусловно, связан с тем, что дорожает импорт. Но здесь японское руководство делает акцент на такое понятие, как импорт инфляции, который важен сейчас для страны, долгое время страдающей от инфляции. Это значит, как минимум, что Банк Японии такого рода комментариями ясно дает нам понять, что он не будет проводить валютные интервенции. И пока такая позиция сохраняется, друзья, я думаю, что нам нужно действовать, нам нужно быть уверенными в том, что этот рост пары продолжится, и мы на этом сможем заработиться. Индекс американского доллара. Наш прогноз и наше ожидание, что до заседания Федрезерва индекс американской валюты будет котироваться в диапазоне 101-103 пункта, он, в принципе, оправдался. Сейчас котировки 103 пункта ровно. Я думаю, что после выхода сегодняшнего отчета по инфляции индекс доллара даже может все-таки продолжить это локальное восстановление, но я делаю очень большой акцент еще на факт волатильности. И вот эту волатильность, как я отметил в начале своего выступления, еще можно попробовать использовать как эффект поддержки для некоторых рисковых инструментов. Поэтому я до сих пор держу канадский доллар в покупках и американский фондовый рынок. Я пересмотрю свою точку зрения, друзья, по мере приближения заседаний Федрезерва. Но у нас есть сегодняшняя торговая сессия, понедельник и вторник, три полноценных торговых дня, когда можно еще попытать удачи, поставив на рост, соответственно, американского фондового рынка, канадского доллара и, опять же, возможно, какого-то другого рискового инструмента, если вы разбирали что-то еще, то, что не входит в перечень моего обзора по финансовым активам. Золото 1845. Здесь ждем рост. Я не отказываюсь от идеи того, что в случае роста инфляции, который крайне вероятен сегодня, золото может неплохо выстрелить. И это для меня по-прежнему остается сделкой недели. Очень хочется заработать на отработке этого сценария. Верю я, друзья, в то, что золото сможет показать всем характер и свои защитные свойства, когда начинают нарастать инфляционные риски. По австралийцу сделку я зафиксировал с убытком, но, друзья, что уж тут поделать. Серьезный рост доллара, который мы видели накануне, оказал давление на австралийца. Я решил пока что оставить все-таки длинные позиции только по ограниченному количеству инструментов. И европейская валюта 1.0633. Наша цель была с вами 1.08 и оттуда шортим. Чуть-чуть не дотянули, друзья, но евро очень сильно обвалился. Опять же, на комментариях Европейского центрального банка о том, что с 1 июля будет завершена программа количественного смягчения. И после этого на заседание в июле ставку можно будет поднять на 0,25%. Это менее жесткие комментарии, чем могли бы последовать, потому что все-таки многие настраивались на возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в июле. И разочарование, собственно, привело к тому, что евро обвалился. Я советую вам, если вы сделок новых не открывали, пока что не лезьте в рынок. Нужно пережить сегодняшний отчет по инфляции, а на следующей неделе уже будет возможность снова обсудить, как и что делать по евро. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok